Сегодня особенный день. Я люблю такие служения, потому что Господь их особенно любит. Праздники и так праздники. А вот когда будники, будники, когда будни становятся праздниками. Вот это по-настоящему Божье благословение. Давайте еще несколько минут помолимся на языках. И пусть Бог приготовит наши сердца. Пусть сердце наше будет доброй почвой, куда упадет зерно Слова Божьего. Я прошу Тебя, Дух Святой, помоги нам услышать сегодня Слово Твое. Помоги сегодня нам прикоснуться к Тебе. Наша вера зависит от слышания Слова Божьего. И я прошу Тебя, пусть наше сердце будет способно услышать Слово Твое. Благодарю Тебя, Господь, за эту прекрасную возможность, за мирное небо над нашей головой. Благодарю Тебя за то, что у нас нет войны. Благодарю Тебя за то, что мы можем проповедовать Евангелие. Благодарим Тебя за тепло и уют. Благодарим Тебя за безопасность. Благодарим Тебя, Господь, за то, что мы живы. Боже, я прошу Тебя, пусть наше сердце никогда не будет черством Пусть наше сердце всегда будет благодарным Ибо Твое Слово говорит, за все благодарите Ибо такова о вас воля Божья Я прошу Тебя, дай нам услышать сегодня Слово Твое Дай нам услышать истину Твою Мы нуждаемся в Тебе Приломи этот хлеб И пусть, Господь, наши сердца будут наполнены Твоей благодатью и истиной Твоею Мы просим во имя Иисуса Христа, амин Тема проповеди И стало слышно, что Он в доме И стало слышно, что Он в доме Вчера не было слышно, что Он в доме Но когда Он войдет в наш дом Когда Иисус переступит порог нашего дома Об этом узнают все Я глубоко верю в пробуждение в домах Я верю, что спасение принадлежит нам Детям нашим И десятки, если не сотни мест в Библии Свидетельствует о том, что спасение приходит в дом Спасешься ты и весь дом твой Если еще у кого-то из нас не спасены родные и близкие Это означает, что Бог не закончил свою работу в наших домах И мы не имеем права препятствовать Библия говорит, готовьте путь Господу Поэтому моя вера, моя стратегия, моя молитва Если я спасен Или спасены пару человек в родстве Это означает, что этим пару человекам Господь дает поручение Готовьте путь Господу в свое родство Готовьте путь Господу к сердцу твоего отца И не спасенной матери Если твои дети в мире Готовь путь Господу к сердцу твоего сына К твоей дочери Вы знаете, мы должны победить эгоизм Мы должны преодолеть эту черту Нашего религиозного самолюбования Или самодостаточности Потому что иногда мы себе объясняем Что, а чего еще надо? Благословение заключается, что я спасен Помните, когда этот несчастный человек Которого встретил Иисус На кладбище, там, на берегу Там, Годаринской какой-то провинции И бесы вышли из этого человека И это было настолько удивительное, уникальное событие И знаете, что Иисус сказал ему? Иди к своим домашним, иди к своим родным Иди и расскажи все, что Бог сотворил с тобою Вы понимаете, самое сильное оружие Или самый сильный аргумент Нашего свидетельства Нашим не спасенным родным и близким Это свидетельство о том, что Бог сделал с тобой Как тот слепец, говорит Я был слеп, а теперь вижу Как все привыкли, что он, этот маньяк Голый, без одежды Рвал цепи Спал в гробах Это было просто жесть И вдруг он одетый Постриженный Отутюженный Джентльмен такой Это ты по кладбищу бегал? Да Гонишь Нет, я вчера гнал А сегодня истину говорю Господь освободил меня от проклятия И представляете Все десятиградие Библия говорит Благодаря свидетельству Что с тобой сделал Господь Благодаря чудесам, которые Бог совершает в нашей жизни И этим чудесам, о которых мы рассказываем окружающим людям Могут спасаться все наши дома Поверьте такую истину Это они делают вид, что им так хорошо И у нас возникает иллюзия Что Христос им не нужен Что они и без Него Все как камильфо в шоколаде Да не камильфо Они просто делают вид, что нужен мне там твой Иисус Конечно нужен Когда они остаются один на один Они, поверьте, задают себе вопрос А вдруг А все-таки может быть Он прав Даже еще я скажу Больше Что человек, который Более категоричен Он Более близок к спасению Человек, который хлопает дверью Я слушать не хочу Я никогда в твою богадельню не пойду Да, парь И вот тот, кто кричит громче всех Он ближе к Царству Божьему Потому что его агрессия Это его неравнодушие К Евангелию и к Иисусу И Это защитная реакция Я еще погрешу немного Я еще Я еще Я еще Давай, давай, давай Наешься старых рожков Пока твои рога еще не выросли И приходи к Иисусу Братья и сестры От нас требуется одно О вы Напоминающие О Господе Не умолкайте Я уже все рассказал Склероз Забыли Поэтому напоминайте Запомните О вы Напоминающие О Господе Это даже уже не свидетельство Это даже не евангелист О вы Напоминающие О Господе Я просто напоминаю Все знают, что я спасен Но я хочу напомнить, что я спасен А вы еще нет Я Напоминаю, что Христос умер за ваши грехи Вы это знаете Может забыли Запамятовали Напоминаю Напоминаю Что Христос ждет И ищите Господа Когда можно найти Его И призывайте Его Когда Он близко Самое главное Чтобы мы не прекращали Вы понимаете Чтобы мы не прекращали Своего свидетельства Амин Чтобы мы были светом Чтобы мы были свидетелями Дух Святой Библия говорит, что Вы примите силу Когда сойдет на вас Дух Святой И И вы будете мне Свидетелями Везде Где бы мы ни находились Амин Итак И стало слышно Что Он В Доме Хочется, чтобы мы взяли это Как пророческое слово Однажды Станет слышно Что Он В Моем Доме Амин Давайте вместе скажем И станет Однажды Слышно Что Он В Моем Доме Об этом заговорят Что-то там произошло Ты слышал Что там происходит Когда Иисус приходит в дом Закхея Все соседи Оба Что с Закхеем Случилось Половину Имения Раздал Нищим Начинается Раскулачивание Олигархов И стало слышно Что Он В Доме Новая Волна Ушла А Иисус Христос Пойдет И поднимет Другую Волну Будет ходить Он По этим Домах Домам Закхеев И сыновей Завидеев И станет Слышно Что Он В Доме Вот мне Непонятны Эти Конспираторы Христиане Никто Не знает Что Он Христианин Он говорит У меня такой Дар Есть Вот дары Различные Действия Различные И вот у меня Дар такой Вот У Бога Из невидимого Происходит Видимое А у Него Дар Из видимого Происходит Невидимое Я такой Христианин Невидимка Десять лет Работаю И никто Не знает Кто Я И что Я Руки Исава Голос Иакова Мутант Но друзья мои Это не дар А это Безобразие Если ты С Иисусом Реально Встретился Тебя будут Узнавать Эй Помните Написано Между тем Они узнавали Окружающие люди Узнавали Что они Были С Иисусом И так Возьми это Как пророческое Слово Однажды Станет Слышно Что Он В моем Доме Что Он В моем Родстве И когда Петр Пришел В дом Корниля Стало Слышно Что Он В доме Потому что В этом доме Будет раздаваться Другая музыка В этом доме Будут Другие праздники В этом доме Будут Другие традиции В этом доме Будет Любовь Счастье Закончатся Попойки Закончатся Измены Закончатся Драги Закончатся Проклятия И в этом доме Начнется Благословение Амин Мы хотим Что Вот в эту Серую погоду Я сегодня смотрю В окно Думаю О Боже Как латышам Не быть депрессивными А? Да поглядите Что творится Вокруг Да если бы не Солнце правды Которое есть Иисус Христос Ну Ну все И мы бы с вами Пропали Пусть солнце Правды Развеет Этот туман Если бы не Иисус Если бы не Дух Святой Ой-ой Пропали бы мы Все И пусть станет Слышно Что он В доме Амин Давайте прочитаем Несколько мест Священного Писания И мне бы очень хотелось Чтобы эта проповедь Она могла Поставить нас Нашу веру Наши убеждения На практические Рельсы Христос приходит Только в те дома В которые мы Приготовили Ему путь Если ты Приготовил Путь Господу Он придет Поэтому От нас Зависит Будет ли он В доме Или нет Первое Это давайте Прочитаем Евангелие От Иоанна Евангелие От Иоанна Читаем С четвертого Стиха Прибудьте Во мне Иоанна Пятнадцатая Глава Четвертый Стих Иоанна Пятнадцать Четыре Иоанна Пятнадцать Четыре Здесь Объяснится Так Прибудьте Во мне И Я Вас Как ветвь Не может Приносить Плода Сама Собою Если Не будет На лозе Так И вы Если Не будете Во мне Я Исем Лоза А вы Ветви Кто Прибывает Во мне И я В нем Тот Приносит Много Плода Ибо Без Меня Не Можете Делать Ничего Успех Нашего Свидетельства Успех Нашего Благовестия Зависит От того Насколько У нас Со Христом Дружеские Нормальные Натуральные Отношения Система Не будет Работать Если У тебя Не будет Самомотивации Понимаете Когда У нас Со Христом Плохие Отношения Ты Ненавидишь Своего Лидера Потому что Он Заставляет Тебя Делать То Чего Ты Не Хочешь И Тебя Будет Раздражать Что Мы Должны Проповедовать Ни Чая Не Должен Мы Должны Свидеть Я Не Обязан Никому И Людей Раздражает Сама Тема Того Что Мы Перед Кем То Ответственны Человек Который Любит Бога Он Мыслит Иначе Как Апостол Павел Который Обожал Иисуса Он Говорил Я Должен Иудеям Я Должен Еленам Я Должен Под Закон Я Должник Потому что Так как Христос Меня Возлюбил И как Христос Мне Послужил И как Он Мою Жизнь Поменял Я По гроб Ему Обязан Поэтому Вся Моя Жизнь Это Ничто Иное Как Возвращение Моего Долга Перед Ним Я Должен Проповед И горе Мне Если Я Не Благовествую Вы Слышите Это Как раз Есть Позиция Сознательного Человека Это Есть Позиция Которая Любит Бога И Которая Понимает Что Если Бог Послужил Тебе То Ты Это Справедливость То Ты Теперь Служ Что Такой Достойный Плод Покаяния Достойный Плод Покаяния Это Когда После Покаяния Ты Начинаешь Богу Служить Точно Так же Как Ты Служил Греху До Покаяния Ты Тратил Столько Времени Чтобы Грешить Сколько Денег Ушло На Этот Грех Сколько Здоровья Ушло На Этот Грех Сколько Ты Рисковал Ради Греха А Когда Стал Верующим Теперь Как Ты Придавал Свои Члены В Орудие Неправды Теперь Все Свои Ресурсы Посвяти На Служение Господу Амин Пусть Бог Поможет Нам Сформулировать Свою Справедливую Позицию И Каждый Из Нас Должен Принести Достойный Плод Покаяния То Если Христос Лоза А мы Ветви То Достойный Плод На Этих Ветвях Это Как Раз Наше Полноценное Служение Дальше Если Пребудете Во мне И Слова Мои Вас Пребудут То Чего Не Пожелаете Просите И Будет Вам И Тем Прославится Отец Мой Если Вы Принесете Много Плода И Будете Моими Ученьками Для Для Того Чтобы Иметь Результат Для Того Чтобы Иметь Плод Мы Должны Понимать Что Корневище Моей Веры И Источник Моего Успеха Это Мой Драгоценный Спаситель Иисус Христос Он Говорит Без Меня Не Можете Делать Ничего Поэтому Когда у Нас Чего То Не Получается Не Надо Обвинять Людей И Обстоятельства Когда Что-то Не Получается Приходи К Иисус И Говорит Иисус Стань Для Меня Ближе Стань Для Меня Другом Подскажи Что Мне Делать Чтобы Иметь Успех Все Вы Знаете Мои Отношения С Иисусом Это Начало Моего Успеха Без Меня Не Можете Делать Ничего Не Надо Опираться На Свои Знания Не Надо Уповать На Свой Опыт Потому Что Иногда Можно Так Обломаться Опытному Человеку Что Думаешь Подождите Как Это Получилось Бог Всегда Создаст Такие Обстоятельства Чтобы Мы Уповали Не на Свою Мышцу А Мы Уповали На Него Амин Без Меня Не Можете Делать Ничего И Тем Прославится Отец Мой Если Вы Принесете Много Плода Подчеркните Эту Мысль Прославляется Мой Бог Прославляется Наш Бог Не Тогда Когда Мы Просто Говорим Говорим Поем Поем Когда Мы Наши Плоды Прославляют Бога Подчеркните Эту Мысль Это Чрезвычайно Важно Бесплодные Ветви Или Бесплодные Христиане Они Дискредитируют Бога Но Наши Плоды Прославляют Господа Когда На 5 талантов Ты приобрел Еще 5 талантов Когда Двое Спасенных Родственников Они Привели В церковь Еще Двоих Родственников И они Покаялись Вот это Наши Плоды Когда Церковь Растет Когда Господь Прилагает Спасаемых К церкви Когда Через Мое Благовестие Обращаются Мои Родные Близкие Я Приношу Много Плода И Тем Прославляется Отец Что В моем Родстве Все Спасены Запишите И запомните Эту мысль Наш Бог Прославляется В спасенных Домах Нас Наш Бог Прославляется В искупленных Спасенных Семьях Когда Люди Спасаются Прославляется Наш Бог И Вы будете Моими Учениками Мы Чему-то Учимся Мы приходим Сюда Чтобы Дух Святой Благодаря Учению Евангелия Формировал Наше Мировоззрение Чтобы Мы не были Паразитирующими Элементами В Царстве Божьем Я прихожу В церковь Я слушаю Слово Божье Я получаю Благословение И Бог И И Плоды Плоды Нам так хочется Друзья И мне так хочется Чтобы Поменялась Парадигма Чтобы Вопрос Плодов По плодам Их Узнаете Это была Центральная тема Нашей веры Потому что Вера Без дел Мертва И Прославляется Наш Бог Когда мы Приносим Много Плода Мудр ли Разумен ли Кто Имеет ли Кто Веру Покажи Мне Веру Из Дел Твоих Потому что Мудрость Ходящая Свыше И реальная Вера Она говорит Об устроенной Жизни Она Говорит О Развитии И Говорит О Успехах Итак Вера Это Наши Взаимоотношения С Богом Вера Это Накопленные Знания Которые Дух Святой Открывает Нашему Сердцу Вера Верю Эксперим Эксперимент Своё Исцеление Когда Ты в зеркало Смотришь Вот такой Перекошенный Идеал Говорит Ты будешь Пожизненно Вот таким Перекошенным Лицом И ты говоришь Господь Я верю Что Исцеление Принадлежит Мне Я думаю Каждый Из нас Проходил В определенное Время Это Эксперимент Веры Ты слышал Об исцеление А теперь Твой экзамен Теперь Бери И принимай Обетование Я Помню Этот счастливый Момент Когда все Это ушло Поэтому Когда твоя Вера Состоит Или подтверждается Последующими Знамениями Чудесами Ты можешь Сказать Что Вера без Дел Мертва Но Вера Подтвержденная Делами Она спасает Тебя И каждый Праведник Своею Практической Верою Жив Будет Поэтому Мы пропагандируем Практическую Веру Когда говорят Чем новое поколение Отличается От других Церквей Не знаю В других Церквах Редко Бываю Но Одно из Отличий Мы практикуем Веру Мы просто Ее Практикуем Если написано Что Прославляющих Меня Я прославлю Мы прославляем И мы видим Что Бог прославляет Если написано Что принесите Десятины И Приношение В дом Мой Чтобы в доме Моем Была пища Мы Экспериментируем Это опыт Веры Мы приносим Десятину И мы видим Что Бог Он не врет Не лжет Бог Обещал До избытка Благословлять Нас Мы не Обнищали Бог Экономически Нас Защищает Хранит И то Что новое Поколение В такое Бедственное Время Совершает Я скажу Что это На самом Деле Манифестация Божьей Верности И великих Благословений Кто-то Кто-то Если пережил Это Поблагодари Господа За это Халлелуйя Халлелуйя Итак Луки Давайте откроем Следующее место Луки 18 7 8 Что Бог Ищет На этой Земле Библия Говорит Что Бог Ищет Не столько Людей Сколько Бог На этой Земле Ищет Вот эту Веру О которой Мы Сейчас Говорим Потому что Бога С людьми Связывает Ничто иное Как вера Без веры Богу Угодить Невозможно Если Есть вера Бог Обратит Внимание Если Нет веры Бог Не обратит Внимание Следующее Мы запишите Без веры Богу Угодить Невозможно Бога Не впечатлят Твои мозги Два Твоих Три Образования Твоя Красота И все Остальное Бог Вот знаете Как мотыльки Летят На свет Вот как Пчелы Чувствуют Запах Нектара Так Бог Он Он Реагирует Он Реагирует Он сканирует Он 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 просто Вот реагирует На веру Есть вера Бог Обратит Внимание Нет веры Бог Не обратит Внимание Даже Когда Ты говоришь Господь Ты видишь Как мне больно Ты видишь Как мне плохо Ты видишь Какой у меня Скотина муж Ты видишь Какая жена Вообще Так посмотри Господь Господь Да вижу Только не обращай Внимание Ты мне Не Проблемы Перечисляй Покажи Мне Веру А я Покажу Тебе Чудо Что такое Вера Протест Запишите Вера Это Жгучий Протест Против Всякой Проблемы Это Не Стоны И Крики Господи Как мне Тяжело А ты Протестуешь Ты идешь Против Втечения И ты Говоришь Господь Если даже Я не смогу Ты сможешь Я Не я Решаю Тебе Просто Ты решаешь А я Только Готовлю Путь Господу Запомните Вера Это Протест Вера Это Когда даже Самые Неразрешимые Проблемы Ты Называешь Проблемами Разрешимыми Я Не смогу Покаять Этого Человека А Бог Сможет Я Не могу Достучаться До его Сердца Но Бог Я Вот здесь Ходатайствую Колени Свои Склоняю И говорю Господь Пожалуйста Через Сателлитную Связь Я К тебе А ты К нему Рикошетом Я К Богу А Господь Играй В пас С Богом Амин Потому что Когда ты Бога Забываешь Туда Мимо Туда Мимо Туда Мимо Ведь Иисус Говорит Играй В пас Без Меня Без Меня Не можешь Делать Ничего Ты В те Ворота Не забьешь Шайбу Дай Мне Пас И я Загоню Позволь Христу Убить Вражду Разрушить Стоящую Преграду Позволь Христу Убить Вражду И Получить Награду Позволь Христу Убить Вражду Провозгласить Победу Над Врагами Бог Мира Сокрушает Сатану Под Нашими Нагами Халлилуйя Такие аплодисменты Мощные Халлилуйя Бог Ждет Наши Помните Христос Пришел В доме И стало Слышно Что он В доме Потому что Он был Переполнен Или народ Туда рванул И четыре Друга Они уже Последних Двадцать лет Таскались Со своим Пятым И тот Уже Привык Вип Персона Бизнес Класс Все Топают А он Лежит Его Носят И он Эй Поосторожней Трясете Пожалуйста И вот Они Притащили Его А все Забито Стало Слышно Что он В доме Это Начало Пробуждения И они Хотели В какие-то Ворота Бизнес Класс Не прошел И они Для этого Как сказать Вип Пассажира Разобрали Крышу Представляете Когда чудеса Начнутся Крыша Съедет С того Дома В который Христос Зайдет Такие Перемены И смотрите Что написано Там Все стоят Битком Слушают Иисуса И вдруг Крыша Едет И оттуда Опускаются Короче Бизнес Класс Опускается И он Здесь Еще Не был Библия Говорит Иисус Видя Веру Их Сказал Этому Больному Покажите Покажите Богу Веру И Бог Покажет Своё Чудо А что Такое Вера Это Не Причесанная Модель Это Не Отутюженная Модель Это Разобранная Крыша Это Иногда Выглядит Безобразно Но Самое Главное Чтобы Это Был Протест Повторю Даже Если Это Выглядит Иногда Безобразно Самое Главное Чтобы Это Был Протест Мы Протестуем Мы Устали Таскать Этого Пассажира Сегодня Пойдёшь Своими Ногами Нет Да Да Миленький Всё Бизнес Класс Закончился Плацкарт Начнётся Иисус Видя Веру Их Я смотрю Как много Грустных Лиц О Боже Пастор Алексей Да Мы Слышали Это Десять Раз Да Я буду Тысячу Раз Проповедовать Пока Мы Крышу Не Я вижу Что Крыша Не Разобрана Поэтому Грустно Я вижу Многие Скучные Лица Я Не А чего Так Скучными Смотрите Да Вы Должны Радоваться Что Пастор Всё Ещё Веру Проповедует Что Он Не Вышел Судар С Такими Жи Лицами Как У Вас Братья Сёстры Хрен Ой Плохо Плохо У нас И вообще Латвия Это особенная Тяжёлая Страна Знаете В Корее Это легко Все Корейцы А мы Так Китайцы Хотел сказать А мы Та латыши Да 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 Друзья Мои Улыбайтесь Хоть Здесь Я Умоляю Ну что Вера Имеет Гримасу Напиши Если бы Иисус Шёл А рядом Стоял Вартимей Я Не думаю Что Иисус Бы Подошёл Сказал Чувак Я знаю Плохо Тебе И он Бошёл И всё Вера Имеет Гримасу Если хотите Вера Имеет Голос И это Такой Голос Который Перекричит Толпу Вера Активна Вера Заставляет Человека Идти Против Течения И меня Знаете Утомляет И даже Иногда Пугают Христиане Которые говорят Что они Верующие По лицам Видно Что Какие Верующие Разочарованные И ты хочешь Получить От Господа Что-то Разбери Крышу Вот эту Свою И скажи Господь Из-под Корки Вытащи Всякий Всякое Неверие Скепсис Цинизм Ещё Хуже всего Да Да Мы верили Верили Горели Перегорели Перегорели Танцевали Танцевали Перетанцевали Алексей Я помню Знаете Когда Я только начинал Я только начинал Год Тысячелетия Крещения на Руси Кто-то помнит Такой праздник Поднимите руки Кто помнит Праздник Тысячелетия Крещения на Руси Многие Ещё даже Не родились Да Я помню Мы проводили Там такое Служение Я специальные Песни писал Слав Тего Ибо Вовек Милостепо Я помню Один из Финляндии Приехал Не буду имени Называть Он живой Ещё И он Смотрел На меня Ложная Харизматия Ложная Харизматия У них Какое-то Какое-то Кодовое Название у всех было Нас всех обвиняли Как будто Коровье бешенство Или что-то такое Ложная Откуда они знали Неложную Харизматию Ложная Харизматию Ну что вы хлопаете Ну что Мы в Финляндии Горели Горели Сгорели И я И я буду Вот свидетелем Когда ты Сгоришь То есть Горишь Горишь И перегоришь Помрёшь И не дождёшься Да И тебе Многие родственники Горят Да-да Посмотрим Посмотрим Поколбасишься Поколбасишься И отколбасишься Такой Сосиска Хот-дога Да Не дождётесь Мы имеем дело С вечным Богом У которого Никогда Ничего Не Заканчивается А-а-а Он Беспредельный Бог Халлелуя С тех пор Знаете Сколько Время Прошло Нам уже 25 лет Ребята Если за 25 лет Мы не Выдохлись Пастор Тем больше Тем больше Этого Вы знаете Этого Драйва У меня Всё получится Я всё могу В укрепляющем Меня Иисусе Христе Если Бог за нас Кто против нас И ты дьявол Уже не возьмёшь Ничего Если ты будешь Глотать Я стану Костью в горле Поддавишься Амин Халлелуя Воздайте Славу Господу Если вы живые Живой И только живой И только живой Прославит Господа Халлелуя Хотя мне Ольга Часто говорит Вот ты на свою Батю похож У тебя вот такие Рот вот такой Когда сидишь Серьёзно И рот Смотри Матушку похож На Лидию Фёдоровну Как будто Я чем-то отличаюсь Хотя я внимательно Иногда слежу за собою Вот на фотке Смотри Недавно фотосессия была Когда улыбаюсь Как-то приятнее Смотреть на эту фотку Чем на серьёзную На серьёзную Это почти как на кладбище Нам нельзя быть Слишком серьёзным Серьёзным надо быть Но сугубо Знаете, что такое Усугубление Это бритьё усов Поэтому мы должны Следить за собою Чтобы уж серьёзно Туда не валиться В какую-то Такую депрессию Улыбайтесь Библия говорит Радуйтесь 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 Радуйся Что Бог на твоей стороне Радуйся И только живой Прославит Те, кто в могилу идёт Он уже не славит И то, что я живой То, что я перед вами стою Господи Что я эту красную рубашку Одел Что я держу микрофон Что читаю из старой Библии Вечные откровения Да разве это не повод Да разве это не повод Чтоб славить его Закричи громко Галлелуя Хо-хо-хо-хо-хо-хо Да это самый практический вопрос Выгодно или невыгодно Верить Верить выгоднее Чем не верить Почему? Потому что когда Господь Увидит веру Он подойдёт к тебе А если Он подойдет к тебе, это выгодно. Намного выгоднее, чем если Он уйдет от тебя. Аминь. Покажи Богу веру, покажи Богу позитив, покажи веру в Богу, что ты не часть вот этого разочарованного, депрессивного латвийского общества, который уже выбирает все еще билеты, куда бы свалить. Мы остались здесь. Знаете почему? Наличие нового поколения в Латвии говорит о том, что у нас есть вера в чудеса. Что Бог на этой земле явит свою славу и явит свое чудо. И пророчествую. И станет слышно, что Он в этом доме, в доме от вийского государства. Однажды станет слышно, что Он в Сайме, в доме, где рождаются законы. Однажды станет слышно, что Латвия станет цитаделью христианской культуры и духовного возрождения в европейском пространстве. И тогда люди рванут сюда, скажут, вау. Представляете, сколько здесь вип-персон будет? Сколько здесь этих... То, что в Эстонии было, там полвека назад, когда туда все рванули, потому что стало слышно, что Он в доме... Как эту церковь называли, подскажите? Оливисте. Это слово стало настолько трендом в христианском мире. Оливисте. Стало слышно, что Он в доме. Люди на поездах, на машинах исцеления получали за сто километров. Потому что стало слышно, что Он в доме. У Бога не останется бессильным никакое слово. Станет слышно, что Он в доме. И самое главное, чтобы ты из этого дома не сбежал. Чтобы в этот момент ты не был у свиного корыта. Где-то там, далеко-далеко. Я в этом доме. Потому что я верю в великие знамения и чудеса, которые Он в этом доме совершит. Есть ли здесь верующие латыши? Это вера? По-латышски закричите что-нибудь. Молодцы, молодцы. Итак. Ну я, я. Ну я. Ну я и ты. Мы все верим. Арамен. Ой, извините. Так, Луки. Давайте, Луки. Луки. Прочитаем. Луки. Есть Луки? У вас Луки есть? Восемнадцатое. Давайте. Луки 18. И здесь написано так. 7-8 стих. Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле? Я задаю вопрос. Что Бог ищет на земле? Что Бог ищет в Латвии? Что Бог ищет в новом покорении? Бог ищет грешников. Да не грешников Он ищет. Он ищет веру. Помните Иоанна 3,16, что говорится? Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий грешник, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Какая здесь логика? Бог любит всех, но спасает верующих. Давайте вместе скажем. Бог любит всех. Бог любит весь мир, но спасает верующих. Потому что без веры Богу угодить невозможно. Понимаете? 7 миллиардов верующих. Сегодня на планете Земля. Бог любит всех. Но спасение принадлежит только верующим. Вот почему Бог ищет веру. Вера от слышания Слова Божьего. А как веровать, если не будет проповедующего? Вот почему мы должны проповедовать Слово и именно проповедь Слова, свидетельство, благовестие. Оно активизирует веру. Амин. Итак, но Сын Человеческий пришед. Найдет ли веру на земле? Следующее место. Матфея 11. Матфея 11. У вас тоже есть Матфея? 11 есть. Знаете, Бог относится с равным интересом и с равной любовью как к отдельным людям, так и к отдельным городам. Иногда Господь разговаривал с людьми и спрашивал, что ты хочешь. Богатый юноша пришел, тот ничего не захотел. А иногда Господь разговаривал с городами. Вот я живу в городе, и мне бы очень хотелось, чтобы стало слышно не только, что Он в моем доме. Мне бы так хотелось, чтобы однажды все услышали, что Он в этом городе. Потому что Бог относится к городу как, знаете, как к какому-то единому организму, социуму. И Он обращался к Иерусалиму. О, Иерусалим, Иерусалим! Избивающий пророков и камнями. А что такое город? Во-первых, это правительство, это мэр города, это губернатор. Раньше города возглавляли цари, царь Иерихонский. Один город и царь. Представляете? Ушаков был бы царь. Царь Ушаков. Если бы отмотать, вы знаете, царь Иерихона сдается в плен. Амин, амин, амин. Так сейчас, даже президент не совсем царь, да? Нашли такой, не мэр и не президент, а премьер-министр. Раньше такого не было. Раньше вообще, какой премьер? Или министр, или премьер, например. Так вот, когда Господь высказывал претензии к городу, как вы думаете, кому была адресована эта претензия? Кто определял в городе атмосферу? Вы помните, все радуются, когда Иисус входит в Иерусалим. А сана кричат, а Христос плачет. И он говорит, Иерусалим, остается дом ваш пуст, потому что вы ничего не поняли. Понимаете, мы отвечаем не только за свой дом, мы отвечаем за атмосферу в своем городе. Я не хочу жить в обреченном городе. Я хочу быть в городе, который Бог любит. Я хочу быть в благословенном городе. Вот почему надо молиться не только о благосостоянии моего гардероба и холодильника. Мы должны молиться о благосостоянии своего города, чтобы Бог его благословил. И смотрите, Господь обращается к городам. Матфея 11. Вы что-нибудь получаете сегодня? Мне очень эта тема нравится. Смотрите, Матфея 11. И с 20 стиха. Тогда начал он говорить города, а тогда он начал укорять города, в которых наиболее явлено было сил его за то, что они не покаялись. Вот внимательно послушайте. Кто они? За то, что они не покаялись. Кто они? Я задаю вопрос. Господь укорял кого-то за то, что они не покаялись. Кого укорял Господь? Города. Написано, он начал укорять города, в которых были явлены чудеса. За что? За то, что они не покаялись. Я сегодня задаю вопрос. Как вы думаете, ждет Господь общегородского покаяния? Как вы думаете, Господь ждет общенационального покаяния? И когда народ смиряется перед Богом, Бог поднимается. Когда Германия раскаялась за преступления против человечества, за своего Гитлера, за свой фашизм, за свои концлагеря, за свои газовые камеры, за уничтоженных 6 миллионов евреев, кто каялся? Страна, правительство, если хотите, города. И Бог эту страну поднял. Я бы очень хотел. Знаете о чем? Я мечтаю об этом. Мы должны мыслить глобально, а действовать локально. Чем больше домов в этом городе будет наполнены Иисусом, тем больше шансов этому городу быть благословенным. Амин. Он начал укорять за то, что они не покаялись. Друзья, хотел бы обратить внимание, что Бог ждет вот этих праздников песни. Бог ждет этих праздников поклонения. Бог ждет этих праздников латвийского народа, когда города будут каяться, и после этого города будут прославлять великого Господа, который сидит на престоле. И вот. 23. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься. Ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе. Итак, число. В список этих городов, которые Христос упрекал, попал и город Капернаум. Но самое интересное, что даже вот в этих городах, которые в большинстве случаев, может быть, и не получилось вот такого глобального покаяния, тем не менее, у Господа были предприняты все, ну, я не знаю, ну, это была вера, что он приходил даже в такие города и проповедовал там спасение. Луки, Марка, вернее, давайте откроем. Марка, вторая глава. Марка, вторая глава. Представляете, город, Капернаум, Иисус его обозначил как город, который не принял его. Но тем не менее, он посещает этот город. Вы понимаете, как вот Бог любит этот мир. И ты можешь, когда, если бы ты увидел такого савла, такого инквизитора, и скажешь, о, Боже, да такие спастись никогда не могут. Ну, понимаете, даже в судьбе таких обреченных людей могут происходить чудеса. Никогда не делите людей на обреченных и не обреченных. Мы даже не представляем, даже в таком обреченном городе, как Капернаум, Иисус идет туда. И он не ставит крест и не говорит, ну, если он до неба вознесся, до ада не взялся, мне там делать нечего. Марка, вторая глава, говорит, что он туда идет. Он не ставит крест ни на ком. Давайте вместе скажем, Иисус ни на ком не ставит крест. Он сам взошел на крест, чтобы спасти всех, всех верующих. Амин. Смотрите, парадокс. Капернаум. До неба вознесся, да, до низвергности. И такой-сякой. И в это же время Иисус идет туда. У вас было когда-нибудь такое? Человек, с которым ты встречаться не хотел. На кухне у себя ты ему уже все сказал, хотя он не слышит, хотя телепатия существует. И когда ты ругаешь кого-то, у него почему-то уши горят. У вас такого никогда не было? Сидишь, пьешь чай с печенькой, и вдруг уши загорелись. И думаешь, что такое? Кто-то вспомнил тебя. Кто-то тебя вспомнил. Ты представляешь? И ты можешь, имеешь относительного человека. Недавно у меня тоже такой случай был. Человек, который мне не нравится. И я ему, скорее всего, тоже. Я думаешь, да я и встречаться с ним не хочу. И вообще, я бы такое сказал. Да вообще, как это можно? А Бог говорит, а вот завтра пойдешь к нему. И ты идешь вот в этот Капернаум, который, куда-то там вознесся, и все. И ты идешь туда. Друзья мои, молитесь о том, чтобы Бог дал нам экзамены на той территории, куда мы не хотим идти. Потому что именно там, в чистом виде, Бог явит славу свою. Так легко идти. Вот так, здравствуйте, здравствуйте. Печенька уже есть, чай. А там ни печеньки, ни чая. Одни уши. Горящие. И представляете себе, Иисус пришел в Капернаум, который до неба вознесся, и который мог быть до ада не извергнуться, но даже в таком городе Господь нашел дом. Давайте прочитаем. Марка, 2 глава. И напоминаю тему проповеди. И стало слышно, что он в доме, даже на территории такого обреченного города. Это Бог. Это Он. Даже отвергнутого Он не желает отвергнуть. Даже, как написано, льна курящего не угасит. До горбатого могила исправит. Пусть горбатого исправляет могилу, но пусть он покается хотя бы. Перед тем, как он своим горбом в эту могилу пойдет. Аминь! Вы знаете, мне один фильм понравился, такой «Покойник идет». Это старый-старый фильм. Американский фильм. Это приговоренный к смертной казни человек, который убил двоих человек, он начисто отказывался от того, что он совершил преступление. Капеллан, который ходил к нему в камеру, потому что в тюрьмах есть такой, ну, есть даже гуманный такой момент, что даже маньяки, приговоренные к смерти, у них есть право встречаться со священником, чтобы исповедовать свои грехи. Даже если государство их казнит здесь, но государство дает шанс там, в том государстве, то есть в Царстве Божьем, получить прощение грехов. И когда этот священник ему свидетельствовал, по-моему, это женщина даже свидетельствовала, он говорит, нет, я не виновен, я не виновен, я не виновен. Хотя все, ну, буквально все факты говорили. И когда остался один день, эта женщина, которая свидетельствовала и проповедовала ему, когда она встречалась с родственниками, пострадавшим, родственники пострадавших проклинали ее, говорю, ты не можешь быть другом убийцы и пострадавших. Но она, это такой христианский фильм, и она в церковь приехала, она черная была, и она молилась в этой церкви, где газ, полбисида, говорит, Господи, как мне решить этот вопрос? У меня только одно, чтобы он покаялся, пересмелившись. Ему уже не светит ничего другого, он умрет. И вот на это самый, ну, на электрический стол, а сейчас эти инъекции, и она ему говорит, слушай, Христос умер за тебя, и даже если ты умрешь, ты хоть в той жизни будешь спасенным и свободным. Гордость человека, я ни в чем не виновен, и я не собираюсь ни в чем каяться. И каждый раз, когда она уходила от Него, ее все осуждали, и говорят, что ты там ловишь? Сколько грешников, которых можно спокойно спасать, вон там, не маньяков, убийц. И она говорит, Бог мне положил этого человека, вот сюда, вот в этом обреченном Капернауме, который до неба вознесся, который уже готов до ада не звергнуться, и что-то Иисус делает, вот в этом обреченном Капернауме. Эта женщина в церкви стоит на коленях, Боже, дай ему покаяние, дай ему покаяние, дай ему покаяние. Последний день, уже обозначено время, когда будет эта процедура, а там такая процедура, что сама камера, где происходит вот это вот, осуществляется вот это наказание, и через стекло все пострадавшие сидят, родственники там, и они должны увидеть, что все, приговор приведен в исполнение. И этой женщине дается возможность последнее, предпоследний день посетить прямо уже перед смертью. И она ему говорит, вот через сутки ты уйдешь, ты встретишься перед Богом, ты можешь людям лгать, но перед судьею справедливым, ты не сможешь это сделать. И происходит момент, который просто без слез смотреть невозможно. Что-то в него сломилось, игра великолепная, все можете посмотреть. И вдруг он плачет, это я убил, и его, и ее. Просто в лесу там пара заехала на всех. Он говорит, я знаю, склони свои колени. Он склонился, он говорит, прошу тебя Бог, прости меня. Если моя смерть может удовлетворить эмоции, и на самом деле справедливость на этой земле, то я хочу встретиться с Тобою как прощенный и невиновный человек после покаяния. И показывает, как эта женщина плачет, а не обнявшись, стоят на коленях. Говорит, Бог, какое чудо ты совершаешь в этом капернауме, в этой камере смертника. Он весь в полоску, ему одевают эти вот самые кандалы. И что такое покойник идет, это когда из камеры, где он находился, есть такой путь по коридору, где он должен сам идти. На него уже одевают, короче, белые тапочки одевают. И говорят, покойник идет. То есть, вот он уже, выходя из этой камеры, он уже практически, он не жилец, он покойник. Это идет покойник. Остался вот последний путь, что называется, вот на этот лечь, вот на это само орудие казни, и там, говорит, покойник идет. И вот он идет в белых тапочках, гремит этими цепями, но глаза его светятся. Знаете, здесь так много эмоций. Это всего лишь фильм, но я представляю, как Иисус, спасая вот таких, попадал под осуждение этих фарисеев. Зачем? С плодницами, с мытарями, с этими криминальными авторитетами. А ведь Иисус пришел взыскать и спасти даже не умирающие, а погибшие. И он шел по этому коридору, а там за этим стеклом, где сидели родные, близкие, сидела эта женщина. И она плакала, она руки поднимала, говорит, Господи, спасибо тебе, что теперь он спасен. Я сделала свое дело. И рядом сидели родственники, отсаживались от нее и проклинали ее. Думаю, Господи, какая неблагодарна эта роль быть спасителем. Не все будут аплодировать. Не все поймут тебя. И не всем ты будешь нравиться. И когда он уже его разложили, вставили здесь эти шприцы, последнее слово, он говорит, я признаю свою вину и Иисус меня простил. И все что это за морализация, что это еще за слова. Говорит, если моя смерть кого-то утешит, я готов идти, и я прошу прощения. Я у Бога, говорит, попросил прощения, и Он меня простил. Я, говорит, хочу попросить прощения у вас, люди, если вы сможете простить. Простите меня, но я умираю со свободным сердцем. Вы знаете, нереальное просто там атмосфера божественной благодати и мудрости. И говорит, я умираю с прощенным свободным сердцем. Вели инъекцию, сердце остановилось, и Он ушел. О чем речь идет, друзья? Ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься. даже в таком проклятом городе есть шанс. Есть шанс такого маньяка спасти. Да пусть он сдохнет, как собака. Это мнение одних. А мнение других, даже за такого маньяка текла кровь Иисуса Христа на Голгосом кресте. Да, не все могут работать с такими, но если в зале есть люди, которым Бог положил на сердце, пусть никто не законтролирует тебя. Иди в этот Капернаум. И даже если встретится вот такой маньяк, пусть Бог даст любви, пусть Бог совершит это великое чудо. И стало слышно, что Он в доме. В том доме узников стало слышно. Вот в этом доме, где осуществляется смертная казнь, стало слышно. Библия говорит, что об одной кающейся душе на небесах торжество, и все ангелы радуются. Вы понимаете, мы приводим в движение все небеса, мы устраиваем им праздник, когда один человек всего лишь по-настоящему, пережив Божью любовь и благодать отдает свою жизнь Господу. И его имя вычеркивается из списков обреченных жертв. И его имя записывается в книге жизни. Итак, Марка, вторая глава. Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и стало слышно, что он в доме. Через несколько дней его что-то опять тянет в этот город. Через несколько дней Библия говорит, он опять пришел в Капернаум. Давайте быть честными к тому, куда тебя тянет. Я думаю, это не тебя, а это Бог дает тебе на сердце вот эту любовь, он дает тебе на сердце эту страсть, эту ревность, это неравнодушие. Вы знаете, самое страшное, это когда тебе все равно, это когда равнодушие, это когда черствость, это когда тебе по барабану, когда тебе все равно вздыхают, пусть вздыхают. Там бомбят Украину, да это не моя земля, так им и надо, укропы или там их как называют. Поберегитесь, побойтесь Бога, говорить такие вещи, когда люди умирают, пусть Бог в нашем сердце возродит сострадание и милосердие. Боже, забери нашу черствость и дай нам твое сердце полное сострадание и милосердие. Потому люди узнают, что вы мои ученики, если вы будете иметь его чувствование. Я внимательно слежу за собой, я себя ненавижу, когда какое-то приходит озлобление, когда приходит ожесточение, когда приходит какое-то зло, мы превращаемся в каких-то чудовищ. Но какое великое счастье, когда эти чудовища, попадая в Божие объятия, вдруг начинают чувствовать то, что чувствует Бог. и моя молитва, Господь, пусть любовь Твоя зальется Духом Святым в наши сердца. Можно аргументы веры постоянно базировать на наши логические умозаключения, но буква убивает. Если сердце молчит, если сердце молчит, наша логика превратит нас просто в фарисеев. Но я хочу сегодня молиться о том, чтобы Бог разбудил в нашем сердце это милосердие, сострадание, чтобы Господь разбудил в нашем сердце эту человечность, эту любовь, потому что Он был друг мытарям и грешникам, и Он по-настоящему любил, любил тех, кого ненавидели. Эту женщину хотели побить камнями, нечестивая женщина, падшая женщина, по закону ее побить камнями, а что ты скажешь? Это Иисус, это Иисус. Он говорит, а кто из вас без греха? Давайте первые, начинайте убивать ее. Давайте, начинайте убивать, если вы святые, если вы безгрешные, начинайте. И они, будучи обличаемы совестью своей, побросали камни и ушли. Вот высочайший пилотаж настоящего милосердия и настоящей веры, где обвинители твои. Нет, и я не осуждаю тебя. Мы же полны осуждений. Как осуждая грешников, мы можем их спасать. Только возлюбив, мы можем дать им шанс. Где обвинителей нет, и я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши. Хочется сегодня, чтобы Дух Святого наше сердца преобразил, чтобы иначе мы относились к тем, кто не такие, как мы. Чтобы Бог забрал от нас это осуждение, критику, обвинение. Потому что если ты обвиняешь человека, он не будет слушать твою проповедь. В конце концов, Иисус, наверное, смотря на эту женщину, он видел сквозь ее слезы, сквозь ее эмоции, почему она стала такой. Если тебе разложить весь психоанализ, если разложить, где она родилась, если бы ты узнал, что ее изнасиловал отец, если бы ты узнал, что ее сдали туда, потому что на ней зарабатывали деньги, если ты узнал, почему она стала такой, да ты плакал бы и говорил, Боже, какой жестокий мир, который уродует людей и превращает их в такие существа, но мы не собираемся даже копаться в этом. Нам легко одним рощерком пера сказать, ты такая, а ты такой. Боже мой, научи нас, пожалуйста, любить, научи нас понимать, научи нас мыслить так, как ты мыслишь. На самом деле, дары Духа Святого должны действовать. Давайте помолимся, чтобы Бог изменил наши отношения к грешникам, чтобы Господь изменил наши отношения к нашим неспасенным, родным и близким, чтобы Бог дал нам любовь. Вера, движимая любовью, творит чудеса. Вера, движимая любовью, она приведет ко спасению наших родных и близких. Вера, движимая любовью, приведет Иисуса в наш дом и станет слышно, что Он в доме, потому что вера, движимая любовью, будет совершать великие чудеса. Драгоценный Дух Святой, я благодарю тебя. Тебе. 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 Драгоценный Дух Святой, я благодарю Тебя за то, что Ты на этом месте. Пусть Слово Твое становится плотью и обитает с нами полной силы и благодати. Дух Святой, Ты преображаешь наши чувства, Ты забираешь каменное сердце и даешь нам сердце плотяное, способное любить и прощать. Боже, я прошу Тебя, забери нашу жестокость, забери, Господь, наше равнодушие, забери нашу самоправедность. Пусть наше сердце чувствует то, что чувствуешь Ты. Пусть наша вера опирается не на сухие расчеты, пусть наша вера будет движима любовью. Боже, помоги нам приготовить путь к Тебе. Дай, Господь, нам быть притечен, открыть двери, пусть все горы понизятся, пусть все долины наполнятся, пусть все кривизны исправятся и доузрит всякое плоть. Спасение Твоё, пусть наши уста никогда не умолкают. И помоги нам напоминать о Господе. О, Вы, напоминающие о Господе, не умолкайте. Ни днем, ни ночью. Боже, мы просим Тебя, не ради цифр, но ради любви Твоей, пусть спасение приходит в наши дома. Пусть наши дома будут не скопищем проклятия и ненависть. Пусть наши дома будут обителью Твоей любви, спасения и благодати. Пусть наши дома будут обительствовать. Пусть наши дома будут обительствовать. Пусть наши дома будут обительствовать. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Только не поднимай пустые руки Потому что когда ты будешь молиться Богу, чтобы не увидеть пустые руки Его Субтитры создавал DimaTorzok Подними эту жертву И давайте вместе помолимся Скажи вместе субтитры создавал DimaTorzok Скажи, Отец, во имя Иисуса Я благодарю Тебя за это слово Я благодарю тебя за любовь Твою Я благодарю тебя за любовь Твою Я благодарю тебя, что однажды твоя любовь прикоснулась ко мне И я был спасен Я приношу эту жертву Как семя Грядущего пробуждения И спасения В моем доме В моем родстве Ибо Твое слово говорит Спасешься ты И весь дом твой И я сегодня Во имя Иисуса Провозглашаю Спасение Всему моему дому Все мои родные И все мои близкие Будут спасены Эта жертва И моя вера Готовят путь к Господу Гряди, Господь Во славе Своей Гряди, Господь В могуществе Твоем Пусть все горы понизятся Пусть все долины исправятся Да наполнятся Пусть все клевизны исправятся И да узрит всякая плоть В моем доме В моем родстве Да узрит всякая плоть Спасение Твое Ибо уста Господни Изрекли это Во имя Иисуса Христа Амин Халалюйя Пожалуйста Пустите ветры по зову Продолжай молиться В этом же духе Пусть все 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 Субтитры создавал DimaTorzok